намастэ всем привет меня зовут диана и сегодня я проведу для вас короткое занятие по избавлению боли в спине неважно каков уровень вашей практике сколько вам лет какого вы пол и так далее у всех бывает прихватывает поясницу вчера у меня тоже так заболела спина что невозможно было делать прогибы наклоны ну и тем более мою ежедневную обычную практику поэтому если у вас сейчас болит спина или вы когда-либо испытывали боль в спине присоединяйтесь я предлагаю начать наше занятие лежа на спине поэтому пожалуйста устраивайтесь поудобнее ложитесь на спину согните ноги в коленях и поставьте пятки поближе к тазу слегка приподнимите таз и почувствуйте свою поясницу на коврике прикройте свои глаза вы можете положить свои ладони на живот и просто понаблюдать за ощущениями со вдохом наблюдайте за тем как позвоночник словно вытягивается расправляете свою спину а на выдохе пытайтесь расслабиться и словно растекаетесь позвоночником по коврику со вдохом продолжаете мысленно словно вытягиваться вытягивать спину а на выдохе словно утапливаете поясницу в коврике можете пошевелить ягодицами вправо и влево чтобы почувствовать просто подышите спокойно и комфортно спокойный вдох спокойный медленный выдох глаза прикройте и почувствуйте как расслабляется ваша спина даже если сейчас вы испытываете легкий дискомфорт в области спины просто наблюдаете позвольте этим ощущением быть внутри вас спокойный глубокий вдох медленный выдох и опускайте ваши ладони на коврик слегка приподнимая таз вверх на выдохе опускаете его вниз не нужно сразу слишком высоко поднимать таз со вдохом поднимайте таз почувствуйте как начинают включаться мышцы спины и на выдохе опускаете таз вниз попробуйте в этот раз поднять таз чуть выше со вдохом на выдохе опускаете таз вниз чувствуете когда вы поднимаете таз слегка подтягиваются ягодицы укрепляются бедра и нижний отдел позвоночника включается в работу на выдохе опускайте таз не делайте резких движений очень плавно и медленно еще раз вдох приподнимите таз вверх не допускайте никакой боли особенно стреляющей боли и медленно опускаете таз вниз отлично подтяните колени груди пошевелите тазом вправо и влево не нужно делать резких движений просто чтобы вы почувствовали свою спину обнимите свою правую ногу вытяните левую ногу вперед и подтягивайте правое колено груди очень часто бывает что боль в пояснице возникает из-за нерастянутых передних частей наших бедер наших квадрицепсов и уже оставаясь в этом положении почувствуйте как начинают вытягиваться бедра и поясница словно растворяется в коврике хорошо отлично вы можете приподнять таз при поднимите голову и плечи для того чтобы убрать боль в пояснице нам часто нужно включить область пресса поэтому мы включаем живот подтягиваем живот и поднимаем голову чуть выше вверх хорошо опустите голову вниз согните левую ногу в колени и положите свою правую ногу на переднюю часть левого бедра вы можете приподнять свою левую ногу обнимая свою левую ногу за голень уже здесь чувствуете как вытягивается бедро мы также работаем над раскрытием тазобедренных суставов в этом положении но самая важная часть вам нужно внимание направлять на область поясницы и стараться ее расслабить если у вас получается прижимайте свое левое бедро чуть ближе к груди и к животу если же нет вы можете остаться в этом положении или даже не поднимать свою ногу от пола хорошо постепенно опускайте правую ногу левую вытяните ноги потяните руки над головой носочки потяните от себя вытянитесь всем телом хорошо а на выдохе подтяните левое колено груди правая нога прямая почувствуйте вытяжение прижимать поясницу коврику и попробуйте чтобы ваше колено опускалась не точно вперед в центр а чуть с внешней стороны от ваших ребер так вы почувствуете еще больше раскрытия тазобедренных суставов и вытяжение бедра хорошо приподнимите немножко голову чтобы включить пресс почувствовать область живота можете полностью дотянуться до колена если получается хорошо и медленно опускайте голову и плечи на коврик согните правую ногу в колени уложите свою левую ногу на переднюю часть правого бедра и если получается подтягивайте правое колено груди правое бедро подтягивается к животу обнимаете себя за голень правой ноги если этого вам уже достаточно оставайтесь в этом положении чувствуя и наблюдая за тем как вытягиваются бедра а поясница при этом солнце растворяется в коврике прижимаете ее к коврику если вы хотите чуть усилить это положение или у вас достаточно раскрытые тазобедренные суставы подтяните правое бедро к животу больше но оставайтесь в комфортном положении не нужно доводить до боли пусть эта практика принесет вам пользу и удовольствие вы можете всегда оставить свою ногу на полу если этого достаточно опускайте стопу на пол опускайте свою левую ногу вытяните руки в разные стороны и ноги у вас слегка подсогнуты не 90 градусов а чуть расслабьте и заводите колени в правую сторону взгляд разворачивайте влево очень мягко и медленно почувствуйте как работает поясница слегка расслабьте ее и через центр в другую сторону очень медленно не делайте резких движений поворачивайте голову в обратную сторону от ног очень хорошо и снова подтяните колени груди слегка перекатываясь вперед и назад перекатитесь полностью вперед в положение сидя хорошо мы садимся со скрещенными ногами спина у нас ровная прямая если вам нужно подстелите под свои ягодицы какую-нибудь подушку или свернутое одеяло чтобы слегка приподнять свой таз хорошо сейчас мы чуть больше поработаем со спиной со вдохом мы вытягиваемся груди вперед а на выдохе будем центр спины назад круглая спина вдох потянитесь груди вперед почувствуйте как лопатки собираются вместе очень плавные движения круглая спина назад и еще один раз прям чувствуйте весь свой позвоночник свою спину нижний отдел хорошо давайте попробуем полный круг от левого колена к правому впереди прогибаясь и выдыхая с круглой спиной назад очень мягкая спина старайтесь ее расслабить выдох назад и еще вперед хорошо отлично выдох и теперь в другую сторону вперед от правого колена к левому помогаете себе руками слегка сгибается руки в локтях выпрямляете толкаете свои колени хорошо еще один круг отлично остановились в центре потянулись двумя руками и вверх со вдохом вытягиваясь на выдохе опускаем правую руку вправо тянемся в правую сторону левой рукой потянитесь почувствуйте как вытягивается вся боковая сторона тела почувствуйте энергию тянитесь за рукой старайтесь не отрывать ягодицы прижимаете ягодицы коврику хорошо со вдохом потянитесь вверх двумя руками вы можете даже перекрестить пальцы рук и вытянуть замок в руках вверх на выдохе в другую сторону очень плавно будьте внимательны к своей спине если получается опускайтесь на локоть тянитесь больше но вы всегда можете остаться и в положении на ладони чувствуете как работает спина чувствуете энергию тонкие ощущения хорошо молодцы со вдохом потянитесь вверх снова можно перекрестить руки и вытянуть замок в руках слегка раскрывая грудной отдел потяните руки чуть назад на выдохе уберите руки назад и еще подтолкните грудь вперед я уже чувствую свою спину хорошо теперь мы переводим руки вперед и переходим в позу кошки ладони у вас под плечами многие на ширине таза ладони на ширине плеч и уже знакомое вам положение кошки и коровы со вдохом мы словно прогибаемся вы можете пошевелить тазом здесь вправо влево чтобы хорошенько почувствовать и на выдохе округляете спину выталкиваете спину вверх вдох вновь прогнитесь очень медленные движения здесь не нужно резких движений вам важно почувствовать поясницу отпускаете боль круглая спина хорошо и еще один раз прогнулись потянулись не доводите до боли нет вам не нужно сейчас какой-то глубокий прогиб и круглая спина хорошо отлично мы вытягиваем правую руку вперед и левую ногу назад разноименный баланс почувствуйте как вытягивается рука и нога хорошо а на выдохе мы словно округляя спину собираем локоть и колено вместе вдох снова вытяжение выдох собираемся вместе подтягиваем живот вдох еще раз старайтесь сохранять баланс при этом выдох локоть и колено встречаются молодцы вдох еще раз потянулись вытянулись а на выдохе опускаете ладонь опускаете колено давайте поменяем стороны сейчас правая нога вытягивается назад левая рука вытягивается вперед две стороны могут быть совершенно разными почувствуйте подтяните живот и на выдохе собираем локоть и колено слегка скругляйте спину вдох потянитесь еще раз не забывайте сохранять баланс собираем локоть и колено еще раз вытянулись хорошо и собрались последний раз потянитесь хорошенько почувствуйте вытяжение опускаете ладонь на коврик опускаете колено и сейчас мы будем слегка тянуться руками вперед таз у нас слегка уходит назад но сильно таз не опускайте мы хотим прогнулся но очень мягко и медленно насколько у вас получается сейчас используйте свои руки помогаете себя возможно опускаетесь ниже если у вас получается таз у вас остается наверху не выполняйте на сто процентов почувствуйте где вам нужно остановиться возможно уже в этом положении вы чувствуете хорошо свою спину и позвоночник этого достаточно можете прикрыть свои глаза и прям пронаблюдать вы можете лоб опустить на коврик чтобы еще одна точка опоры у вас появилась и продолжать затяжение продолжайте дышать тратить дышать в эту область в область вашей пояснице очень хорошо и постепенно мы переходим на живот укладываясь на живот вы слегка и поднимаете свою грудь как будто приподнимаете нижние ребра и хотите нижние ребра надеть на коврик оставьте локти и предплечье на коврике слегка вырастая вверх поза сфинкса ноги вы можете поставить на ширине коврика ягодицы сильно не сжимайте и достаточно естественная работа в области ягодиц без напряжения хорошо и мы снова пытаемся вытянуть на живот вверх ребра вверх как будто мы натягиваем коврик на себя и вырастаем чуть выше хорошо хорошенько плюс нами давите на коврик грудь вперед вы можете опускать голову вниз и со вдохом поднимать голову вверх на выдохе опускаем подбородок со вдохом поднимаем его вверх еще раз вниз и вверх хорошо оставили голову в нейтральном положении слова еще раз проверили плечи они на одной линии и поворачиваем голову в правую сторону за правое плечо и хотим увидеть свою левую пятку со вдохом возвращаемся в центр опустите еще раз голову вниз верните голову в нейтральное положение поверните голову в левую сторону обратите внимание что ваши плечи остаются на одной линии взглядом помогаете себе старайтесь увидеть правую пятку ягодицы сильно не напрягайте возвращайте голову в центр вновь и на выдохе медленно опуститесь на живот ладонь на ладонь лоб или щека на ладони ноги можно поставить пошире и пошевелите ягодицами проверьте что никакой боли нет хорошо соберите ноги вместе ладошки поставьте по обеим сторонам от ушей и помогая себе руками контролируйте поднимайте корпус чуть выше выше вверх вы можете остаться в этом положении не нужно полностью разгибать руки в локтях и опускаетесь вниз если и это дается тяжело руки можно еще дальше поставить и вдох медленно мы наматываем себя на барабан на выдохе опускаемся вниз не отрывайте лобковую кость от коврика потихонечку плавно и медленно позвонок за позвонком мы поднимаемся вверх 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 прижимая лобковую кость коврику плечи от ушей выдыхаем уже этого достаточно но если вы чувствуете что вы можете больше ладони ближе к груди или на уровне с ушами вдох поднимаетесь и вверх вы можете остаться с под согнутыми руками и на выдохе медленно опускайтесь вниз и еще один раз можете поставить ладони еще ближе но я не рекомендую делать сильные прогибы особенно при болях в пояснице можно оставить ладони чуть дальше главное очень плавно и медленно наматывайте себя на большой барабан останьтесь в этом положении и буквально на несколько дыханий три четыре хорошо и 5 медленно опускаемся вниз опускаем пупок на коврик и поднимаем ноги вверх поднимаем руки вверх невысоко дышим остаемся здесь статики 5 4 3 2 можно ноги выше если получается и 1 опускаемся на коврик ладонь на ладонь лопали щека на ладони расслабьте ягодицы пошевелите тазом вправо влево проверьте что боль в пояснице нет хорошо снова собираем ноги вместе носочки от себя и поставьте ладони тыльной стороной на коврик мы будем приподнимать вверх голову плечи грудь и поднимаем ноги вверх дышим здесь всего лишь пять счет 1 мы укрепляем мышцы спины 2 3 хорошо 4 и 5 опускаемся вниз хорошо вновь ладонь на ладонь лопали щека на ладонь пошевелите ягодицами расслабьтесь хорошо и еще один раз поставьте руки по обеих сторонам от плеч и вновь мы поднимаемся в это же положение поднимаем голову вверх плечи вверх сильно руками не толкайте руки такая просто поддержка и поднимайте ноги вверх ноги вместе голову выше дышим 2 3 4 и 5 опускаемся медленно вниз со вдохом поднимаемся вновь в ковру насколько получается а на выдохе уводим таз назад поза ребенка баласана вы можете поставить свои ноги чуть шире колени чуть шире и опуститься в баласану в позу ребенка отдохнуть здесь подышите в этом положении это положение очень хорошее для вытяжения поясницы и полностью позвоночника вам находите пространство между вашими позвонками старайтесь расслабиться вы уже очень хорошо поработали и сейчас время для того чтобы расслабить спину расслабить поясницу хорошо потихоньку руками мы начинаем шагать в сторону таз у вас при этом остается по возможности на пятках хорошее вытяжение боковое вытяжение хорошо отлично подышите в этом положении немного потихоньку возвращайтесь центр в другую сторону потянитесь особо не куда но пробуем в эту сторону я вот чувствую что у меня здесь небольшое зажатие в поясни попробуйте продышать этот момент если вдруг чувствуете где-то зажатие где-то дискомфорт подышите останьтесь в том или ином положении чуть подольше чтобы прям прочувствовать хорошенько таз остается на пятках хорошо потихоньку возвращаемся в центр муации и потихоньку поднимаемся в собаку мордой вниз руки у вас на ширине плеч поднимаем в колени потихоньку словно нажимаем на педали вытягиваем ноги очень плавно почувствуйте собака мордой вниз вы можете согнуть оба колена прижимая живот к бедрам вытяните спину чуть лучше проверьте что шея не зажата скажите как будто не до хорошо ноги у вас под согнуты пятки вверх мы вытягиваем спину если получается выпрямляете ноги тянитесь пятками вниз вытягивая спину еще лучше прижимаете ладони к полу пальцы рук расправленные хорошо поднимите правую ногу вверх не высоко носочек правой ноги на себя хорошо и шагните правым коленом вперед поза голубя нам не нужно сейчас делать большой прогиб мы опускаемся вниз снова стараемся расслабиться лоб на ладонях локти в сторону отдохните в этом положении чувствуете что у нас работает также ноги область таза козобедренные суставы раскрываются в этом положении спина расслабляется хорошо потихоньку поднимаемся вверх наше правое колено впереди и левой ногой мы шагаем вперед ставим левую ногу левую стопу с внешней стороны от правого бедра нам нужно будет слегка скрутиться это очень хорошо для избавления боли в спине скрутки помогают отлично хорошо но мы не делать не будем делать слишком глубокие скрутки мы обнимаем правой рукой левое бедро и слегка скручиваемся в левую сторону не нужно доводить до боли просто чувствуете каждый выдох скрутка чуть глубже хорошо супер еще немножко помогаете себе дыханием дышите губж хорошо вдох потихоньку вытягивайте ноги руки сзади и чтобы расслабить спину расслабить область таза мы в правую сторону сгибаем ноги и в левую сторону хорошо скрещивайте ноги руки переводим вперед и снова собака мордой вниз вновь переминаемся с ноги на ногу или сгибаем оба колена потяните еще спину немного и поднимите левую ногу вверх не высоко носочек левой ноги на себя ноги очень активные спина активная хорошо и левая колена опускаете вперед поза голубя теперь на другую сторону помните что нам не нужно делать здесь прогиб помните о своей пояснице медленно опускаетесь вниз лоб на ладонях если вам нужно чуть больше времени здесь вы можете поставить на паузу полежать немножко в этом положении я вам предлагаю подышать глубоко с закрытыми глазами попробуйте никуда не торопиться вы словно сами себя исцеляете направляйте свою энергию в область вашей пояснице пытайтесь расслабиться дышите глубже хорошо тихоньку поднимаетесь вверх мы переводим правую ногу с внешней стороны от левого бедра и снова будем скручиваться будем скручиваться обнимая левой рукой правое колено скрутка очень мягко не доводите до них до боли почувствуйте как со вдохом вы вытягиваетесь а на выдохе очень мягко скручиваетесь еще чуть больше хорошо еще чуть-чуть здесь вдох и выдох отлично молодцы тихоньку вытягивайте ноги и плавно и медленно опускаем спину на коврик вытяните руки вперед включайте пресс и помогая страхуя себя своим прессом мы опускаемся медленно позвонок за позвонком вниз опустили поясницу немножко побудьте здесь почувствуйте поясница у вас на коврике а пресс работает включенный живот опускайте плечи вниз молодцы отлично расслабились здесь если нужно прям еще раз подтяните свою поясницу ягодицы хорошо и вытяните ноги руки перекрестите пальцы положите руки под голову словно вытяните свою шею лопатки и корпус поворачиваем сторону оба плеча оба локтя у вас лежит на полу теперь в эту же сторону мы шагаем ногами у нас получилось такое банана бади тело форме банана вытяжение боковой стороны тела проверьте что ваши плечи ваши лопатки локти лежат на полу если вам этого достаточно можете остаться в этом положении или правую ногу положить на левую и еще чуть больше почувствовать вытяжение когда вы чувствуете какую-то боль особенно боль в пояснице не нужно делать резких движений будьте осознанны глубоко дышите и позвольте этой боли словно раствориться хорошо потихоньку возвращаем ноги на место приподнимаем корпус вверх спины и укладываем в центр потянитесь в разные стороны вытяните почувствуйте свою поясницу и снова перекрещивая пальцы положите руки под голову приподнимая корпус приподнимите плечи и разворачиваемся в другую сторону переводим ноги тоже в другую сторону такое вспоминаем банана бади да тело в форме банана и если вы хотите чуть-чуть глубже можете одну ногу положить на другую не отрываете плечо не отрываете локоть плечи у вас лежат на коврике то очень хорошее положение для того чтобы расслабить боковые мышцы спины хорошо главное дышать молодцы потихоньку освобождаем ноги возвращаем в центр освобождаем голову и можете полежать еще немного если хотите можно согнуть слегка ноги в коленях подложить под колени какой-нибудь болстер или подушку так вы снимите боль в пояснице бывает что когда болит спина даже лежать на спине больно поэтому мы подкладываем под заднюю часть корень и подушку и ложимся расслабляйтесь шар вас они приподнимите таз и опустите его еще раз чтобы вы почувствовали как поясница снова растворяется в коврике вы растворяете всю свою заднюю поверхность тела в коврике расслабляются ноги руки спина все тело глаза закройте полежите в таком положении полностью расслаблены наслаждайтесь своей шавасаной я потихоньку вам буду возвращаться в положение сидя можете поставить на паузу и также помните что у меня есть записи шавасан которые помогут вам расслабиться еще глубже я желаю вам здоровья вы можете повторять этот комплекс так часто когда вам будет необходимо но берегите себя занимайтесь регулярно и до встречи на ковриках на мастер спасибо вам большое пока пока